Хей-хей, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на канал Нинави. У нас сегодня обзорчик на новую игру под названием Cat Cafe Manager. Пока что, в принципе, я не особо понимаю, что это будет за игра. Как вы видите, я добавил вебочку. Я думаю, так будет у нас более с тобой тесный контакт, и это тебе больше понравится. Так, что у нас тут? Возможность выбрать волосы, выбрать цвет кожи и назвать ее. Ну, пускай будет все базово. В принципе, понятно, что Cat Cafe Manager, это, соответственно, у тебя будет кафе, у тебя будут коты, и ты как бы будешь менеджером всего этого. Но, как бы, в чем суть игры? Давайте разбираться. Так, окей. Игра Full на английском, поэтому читать титры я не буду, но нету смысла в этом, вы же понимаете. Так, выбираем котену, называем ее имя, получаем от нее плюшечки, скиллы ее, и просвайпываем очень много диалога на английском языке. К сожалению, к сожалению, прям к большому сожалению, русского языка нету. Так, мы в игре, все, есть стандартное управление, как вы видели только что. Здесь мы можем закидать корма. Так, окей. Можем посетить город и посмотреть, что же здесь есть. У нас есть маркет за валюту. Валюту вы видите прямо сейчас, валюта называется Нектар. На минуточку. Так, что же за валюта Нектар нам предлагает? Купить кофе, черный чай, herbal, какие-то плюшки и больше у меня на остальное не хватает. Поэтому предлагаю вернуться обратно и пойти в магазин с фурнитурой. Фурнитура у нас уже идет с совершенно иным валютным фондом. И здесь мы можем приобрести определенные предметы. Так, ну давайте приобретем кофемашину. Как по мне у нас кафе и это явно должно быть успехом в этом деле. Так, и здесь можно купить консервы и различные корма. Ну давайте приобретем консервы и вот эту вот штуку. Всего остального уже, к сожалению, здесь нет. Окей, слапаем это все дальше. Это нам не нужно. И по идее как-то ж мы можем прокормить ее. Да, вот так вот давай, отлично. Котенек, иди покушай. Котенок не хочет кушать, просто... А, котенок хочет, чтобы с ним поиграли. Ну ничего себе. Какой милаха. Хорошо. Так, что у нас здесь есть еще? Как-то я должен поставить где-то здесь... Мою кофейную машину, потому что якобы же ее приобрел. Правильно, кетфуд, игрушки. Но я не вижу здесь нигде кофе-машину. Так, я могу строить. Могу строить, получается, за бесплатно. У меня есть 400. Соответственно, надо бы это все как-то... По-дешевому, что ли? Я не знаю. Так, стоп. Нам как бы... Вот как это все происходит. Теперь я понимаю. Хорошо. Я думаю, для начала этого более чем достаточно. Тихо. Отменить. Как можно отменить это дело? Save game. Окей, сейв. Обратно. Как отсюда выйти? Я не понимаю. Ага, вот, хорошо. Так, я же так могу застроить все. В принципе, у меня потом ни на что не хватит ресурса. Ага, все. Мы камбэкнули обратно. Это у нас что? Это удалить. Все, я понял. Без вопросов. Как бы здесь я, наверное, двери поставлю. Коль сделал такой я красивый вырез. То почему бы и нет. Здесь вход. Соответственно, я думаю, здесь можно поставить один столик. Даже. Ладно, пускай это будет какой-то фирмовый стол у нас. Блатной. Окон здесь. Это окно? Или нет? Нет, это не окно. Это тип плитки. Хорошо. Декорейт обратно. Вот наше окно. Но вот здесь мы поставим прям красивое окошко. И прям вот так вот как-то что ли. Хорошо. Стулья. Один здесь стол. Почему-то у меня... Так. Вот так вот. И вот так вот. У нас столик будет для троих. По-моему, идеальное место. Так, это у нас кофемашина. Кофемашина будет у нас, предположим, здесь. Как бы, почему нет. Это у нас что? Мойка. Хорошо. Ну и все, в принципе. Остальное уже нам как бы не нужно. Хорошо. Здесь у меня двери. Тут у меня окошко. Здесь у меня котеечка. И у меня есть первый турист. Великолепно. Добро пожаловать. Здравствуйте. Окей. Без проблем. Давайте-ка мы здесь возьмем водички и сюда принесем. Хорошо. Так. А что это у меня здесь за куча-куча крутых котят подошло? Подоспели тут как тут. Давайте мы черненькую возьмем. Да. У нас черненькую еще нету. Выглядит очень классно. Окей. Разбежались. Но я ее почти получил. Правда, радио она уже прям вот рядышком у меня. Я уверен, что... Так. Дядька. Дядька хочет воды. Принесем дядьке воды. Но я не думаю, что я на воде смогу прям как бы хорошо зарабатывать. Да? Мне кажется, чтобы хорошо зарабатывать, они как минимум должны начать брать кофе. Так. Ну, здесь я поставил консерву. У меня здесь очень... Так. Здесь она хочет поговорить со мной. Ну, здравствуй, здравствуй. Thank you. Thank you. Это мы знаем. Да. Она какая-то там ведьмочка. Что-то мне наколдовала. Пришла. Окей. Так. Этот мне оставил три лайка на кафешку. Спасибо ему большое. Так. Это хочет плюшек. Я как раз таки плюшки и покупал. Как бы. Разве нет? Если я не ошибаюсь, я плюшки покупал. И вот как раз таки их я и должен был и отдать. Получается. Нет? Я не понимаю, почему он не хочет поесть то, что у меня уже как бы есть. Так. Этот тоже ушел. Хорошо. На карту. В магазин. Да. Я вот плюшки покупал. Все окей получается. Здесь я тоже могу что-то приобрести. У меня уже пятидесяточка есть. Так. Кофе. Давайте-ка я зерна кофе куплю. Потому что кофе надо с чего-то варить. Как минимум. Так. Что он мне может предложить здесь? Кстати. Мне бы еще один столик. И было бы просто обалденно. Но скорее всего столика у меня больше нет. Бегу-бегу-бегу, дядька. Подождите, пожалуйста. Я отходил, ходил, хотел что-то приобрести крутое. Но как бы что-то у меня не заладилось. Эльза, ты почему у меня выеживаешься? Я не понимаю. Почему-то Эльза не идет кушать на улицу. Вот у нее есть. Хорошая крутая миска. И что-то ей здесь явно не подходит. Так. Хорошо. Окей. День, я так понимаю, закончился. Хай. Ну хай-то хай. Хай-нюхай. Так. Что у нас? У нас первая ночь. А первое окончание рабочего дня. Так. Окей. Что-то у нас здесь есть. Давайте мы поиграем. Скорее всего. Я вижу кусты в форме котов. И как бы это, наверное, что-то должно означать. Ээээ. Это мои навыки. Это древо моих чертовых навыков. Сервис. Давайте вот это сделаем. Вот это сделаем. Вот это сделаем. Окей. Что-то одно можно выбирать. Я так понимаю, это чисто за лайкосики, которые мне оставляют. Окей. Хорошо. Skip to morning. Так. Итого. Итоги дня мы вот получили. Она расстроена. Что-то ей все-таки не очень понравилось. Потому что плюшек у меня не было, к сожалению. Хотя они у меня были. Вот я не знаю почему. А так все окей. Все мне оставили там что-то по чаевым. И вроде как все хорошо. Мне бы, короче, деньжат подсобирать. И, наверное, как-то миску надо, что ли, передвинуть. Здорово. Ну вот нету у меня плюшек. Я не пойму почему. Скорее всего, пока что я их приготовить-то не могу. Правильно? Котяра не хочет нормально есть. Так. Конфим. Окей. Все окей. Так, стоп. А я ее могу прокачать? Серьезно? Ну, нифига себе. Это круто. Ух. А что мы? Давай вот это поставим. Подача, сервис, все дела. Так. Это что такое? Окей. Так. Вот. Хорошо. Она там поигралась. Подошла. Я не могу почему-то с ними... Ага, вот. Могу. Слушай. Перед этом почему-то взаимодействие не особо-то и работало. И с чем это связано, я не знаю. Возможно, какие-то недоработки этой чудесной игры. Так. Окей. Игра, кстати, на американском рынке весьма популярна. Я в шоке. Именно поэтому я и решил снять ее для вас. Что у нас здесь? Что-то нам там порекомендовали. Так. Окей. Принял я заказ. Пошел отдать заказ. Но в такого рода эмуляторы я не играл уже лет сто, я вам так скажу. Но вот здесь я ни с какого этого не вижу. Так. Хорошо. Сейчас мы с ней поиграли. Им всем, блядь, надо плюшки. Из-за этого я получаю единичку. Понимаешь? Так. Хорошо. Это все окей. Это тоже идет какая-то модная. По любасу, ей надо будет тоже плюшек вот этих. А у меня их нету. Что я могу сделать, если у меня их нету? А здесь мне должны бы продать, наверное, печку. Есть кофемашина. Есть увеличенная мойка. Но нету ничего, что бы могло приготовить мне непосредственно эти крендельки, которые она хочет. И как я должен с этого выкручиваться, пока что не понимаю. Хей! Ну хей так хей. Тоже кренделек тебе надо, да? Не, это просто за кофем пришло. А что этой не нравится, я не пойму. И что, не нравится мой кофе или что? Ну хоть одну звезду мне оставила. Посетить Лурис. Кто ж такая Лурис, я не пойму. Это не сюда, что ли? Лурис это здесь, но это не то явно. У меня из Лурисов, женских персонажей, есть только вот эта вот мадама. И все остальное просто неактивно. Так, то есть тот корм, который я прикупил, ей не подходит. И из-за этого мне, как бы, пришлось покупать еще один. Понимаешь? Хотя на тот я потратил деньжат. Как бы. Весьма странно. Так, хорошо. На кофейку попей пока. Не знаю, я бы хотел еще столик поставить, но как бы мало. Столик под три места, это вообще ни о чем, как по мне. Так, этой тоже кофе. Ну кофе хотя бы берут, не воду. Потому что мужики, которые приходили, им подавают только воду. А что, мне с этой воды дохода-то, в принципе, никакого. Так, 145 стоит стол, еще один. А у меня, где этот ресурс? У меня только 83. Ну это крайне мало. Поэтому мне пока работать, работать и работать. Надо наторговывать денег. Что уж тут сделаешь. Ждем, пока они закончат. Так, у этой все хорошо. Это мне прям три звезды оставило. Спасибо большое. Здесь я вот что-то сделал, нахера не пойму, что я с ним буду делать. Я тоже пока не понимаю. Но, так, с мебелью мне ничего больше не подкинули. Так, вот это я, по идее, могу уже убрать, да? Хорошо. It's ok. Так, ну все. День подходит, как бы, к концу. Как вы видите, уже 18.00. И, соответственно, из-за этого посетителей, скорее всего, больше не будет. Скорее всего. Ну а там мы посмотрим. Так. Котечка играться не хочет. Он у меня пока один. Скипаем, конечно же, все вперед. Ну, это такая особо недовольная. И ведьмы две остались тоже недовольны из-за того, что у меня нету крендельков. И крендельков нету не только у меня, а и в магазине тоже, как мы видим. А ты кто такой? Кто-то новенький. Ранее здесь был другой мистер. Весьма приятный, что ли. А, вот этот мистер, да. Ну, здравствуй, здравствуй. Пришел к нам, пришел. Эй. Да, хорошая тяжелая работа. Так, он нам подарок принес. Так, открыли мы. Хорошо. Так, кофеечку. Ему быстрое у нас обслуживание. Однозначно быстрое. Поэтому, что уж там. Жалко кофе, что ли, для него. Так, он как пахан. Вот, реально. Просто самый настоящий пахан. Так. Что, ему кофе не понравилось? Серьезно? Это и что, припух, что ли? Кофе ему не понравилось. Да как это так? Тебе кофе не понравилось? Так, давай вот эту кису тогда. Черненькая сегодня к нам не пришла. Ну, коль черненькой нету, будем выкачивать другую, гладить. Где все мои клиенты? Что-то клиентов не особо и много. Нет никого. Я здесь бегаю, потею, а клиентов и нет. Так, давай. Хорошо. Так, идет еще один мистер. Оно как бы чередует день женщины, день мужчины. Так. Ну, этот оставил только одну звезду. Не понравилось ему кофе почему-то. Не знаю, какая из этого причина, что оно ему не понравилось. Ну, пускай. Этому тоже, скорее всего, что-то не понравится. Он такой прям недовольный, озлобленный пришел. Еще бы понимать, в чем... В чем его причина. Озлобленность. Если ты приходишь изначально уже озлобленным, то о чем может быть речь? Ты же изначально пришел недовольным. Так, котечка, что ты у нас? Ну, вот видишь, одна. То, о чем я тебе и говорил. Одна звезда. Все. Ну, по человеку сразу видно, что он безнадежный. Так, ну, пока у нас только два посетителя за сегодня. Это прям крайне мало. Мы здесь весь день работаем и никого не видим. Это очень плохо. Мне это прям крайне не нравится. Это неэффективная работа. Здесь у меня ведьмочки не приходят. Мне не за что даже покупать вещи. Тут консервы обязательно надо приобрести. А на столик мне еще вряд ли хватит. Ну, конечно, нет. За какие шиши я покупал эти столики? Так, здесь можно будет меню еще приобрести. Но пока копим только на столике все. На все остальное денег покопить пока что невозможно, потому что чаевые очень маленькие, клиентов очень мало. Два клиента за день – это, конечно, смерть для бизнеса. Как на таком бизнесе можно выжить? Мне, кстати, интересно. Скорее всего, я миску могу так поставить, чтобы она была в здании. А, возможно, нет, потому что это для уличных котов. Сейчас я, кстати, по идее должен заполучить черного кота. Да? Ты уже будешь мой? Он должен быть моим. Брайан. Я же говорил. Котик под именем Брайан теперь будет моим. Добро пожаловать. И куда ты убежал? Не понял. Котик под именем Брайан должен быть моим, но куда-то он решил свалить. Прям... А, вот он возвращается к нам. Ненадолго свалил, но уже вернулся. Да, ты игривый, черный игривый котик. Хорошо. Это просто великолепно. Так, ну что, друзья, вот такой вот был обзор на эту игру под названием Кет Кафе Менеджер. Если она тебе понравилась, поставь лукасы и обязательно подпишись на канал. Дальше будут видосы по этой игре, поэтому твоя активность, конечно же, очень важна. Продолжение следует...